Днюха у российского Гитлера как-то не задалась. А ведь он желал подарков от своих военных. Что бы там ни говорили и как бы это пренебрежительно не оценивали, на кусок Курской области под ВСУ. А это упругая струя на лысину фюрера. Он делал вид, что Кемска Волость его вообще не волнует. Но все понимают, что это игра на лоха. А генштабисты дымились, пытаясь придумать, как старикашке к днюхе преподнести сюрприз. Не вышло. Да и при всем продвижении войск в Донецкой области, это все же не то, что планировалось, как по масштабам, так и по затраченным ресурсам. Плюс к тому, прилетело по нефтяному терминалу в Феодосии, и там все оказалось несколько хуже для Путина, чем это выглядит на первый взгляд. И дело не в количестве подорванных резервуаров, хотя и это тоже важно, а в том, что такой налет мог состояться в принципе. Ведь оккупация Крыма и вообще весь полуостров – это заявка кровавого пуйла пролезть в историю, и поэтому долгое время он был даже важнее, чем та же Курская область. А удар был пропущен не просто так, и похоже на то, что сапоги предупреждали о том, что будет именно такой расклад. Но, видимо, он послал их куда-то подальше. По крайней мере, это следует из аккуратного слива. Описывая события в Феодосии, вроде бы как «невзначай», на болотах выболтали очень важный момент, который кому-то из раша-блогеров может стоить свободы, как это было с Гиркиным и недавно Тринадцатым, который уже тоже арестован. Вынуждены сообщить, что враг при помощи беспилотников ночью атаковал нефтебазу в районе Феодосии. Увы, не все из более десятка летящих беспилотников удалось сбить. В сети достаточно видеозаписей последствий удара. По этому поводу есть два момента. Первый. Враг продолжает планомерно наносить удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива. Таким образом возникают проблемы с логистикой не только на фронте, но и в тылу. Второй момент. Источники в Минобороны говорят, что удар по Крыму частично связан с передачей ПВО нашим союзникам из Ирана. «Решение передачи ПВО принимали не мы. Нам сказали, мы отдали. Увы, ослаблен ведь не только Крым, но и некоторые другие регионы», — сказал источник. «Из каких именно регионов забирали ПВО для партнеров, мы, конечно, говорить не будем». От себя просто отметим, что насчет дронов источник отработал как положено, потому что на многочисленных видео можно рассмотреть только горящие резервуары, но ни на одном нет вида или звука атакующих дронов. И более того, нет ни одного свидетельства работы ПВО. Навсегда, когда работают дроны, хоть что-то, но удается снять. Тем более, когда они пишут, что дронов было два десятка. Первый прилетевший или сбитый дрон, безусловно, подымет волну внимания, и поэтому оставшиеся 19 уже не останутся незамеченными. Хотя бы пару-тройку снять получится. Тем более, что по логике дроны пролетели или через весь Крым, или заходили на цель со стороны моря, где их было и видно, и слышно, а тем более не осталось бы без внимания работа ПВО, которая якобы что-то там позбивала. Скорее всего, дронов там не было вообще. А вся атака выполнена скоростными средствами, которые пролетели до цели настолько быстро, что их пролет не зафиксировала ни одна любительская камера. Плюс к тому, если это были скоростные средства поражения в виде крылатых или баллистических ракет, то оккупант мог не успеть отреагировать и даже дать оповещение воздушной тревоге. В результате все уже снимали горящие резервуары. Но если написать такое, то придется признавать, что ВСУ постепенно переходит на использование более тяжелых и эффективных средств воздушного поражения, а раз так, то рашистам пора готовиться к совершенно новому этапу войны. А это уже нехорошо, так как начнутся неприятные, пусть и не совсем публичные вопросы, которые могут поднять на гребень волны какого-то нового Пригожина, который не остановится у границы Московской области. Тем не менее, в тексте прямо говорится о том, что именно из этой локации были сняты и переброшены в Иран какие-то средства ПВО. Зачем это было сделано – отдельный вопрос, и его мы здесь не обсуждаем. Но важно то, что сняли его с действительно критически важного инфраструктурного объекта. Если зенитные средства уже снимаются с таких активов, то это значит, что резьба по ПВО уже начала приносить свои плоды. Можно не сомневаться в том, что передача ЗРК Ирану – политическое решение, и принимал его лично Путин. А раз так, то его не могли не предупредить о возможных последствиях такого решения. И вот теперь, даже в глазах своих собственных сапогов, Акелло промахнулся. Ведь ПВО сняли не с его резиденции в Новоогарево или с Валдая, а с критически важного объекта для целого региона и военного направления. И теперь на болотах говорят о том, что настойчивые требования Путина, адресованные военному министру, показать товар лицом к 1 октября, оказались бесполезны. Мало того, в министерстве говорят о том, что поставленные Путиным задачи при наличных силах и средствах, будь то в Курской или Донецкой областях, вряд ли получится выполнить даже до конца года. Это еще не бунт, но эти разговорчики в строю можно понимать еще и так, что царь оторвался от реальности и ставит совершенно тупые и невыполнимые задачи. То есть сапоги уже ропщут, мол, либо раздаем оружие братьям и подставляем под удар важные активы, либо не ставим явно нереальных задач. А кроме того, есть еще и совсем объективные показатели того, что царь зарапортовался, причем эти показатели генерирует он лично, хочется это ему или нет. Так, в Раша-сегменте сети появилась диаграмма, на которой видна динамика посещения Путиным его любимой сочинской резиденции Бочаров-Ручей. Просто напомним, что гебнявая крыса зимовала большую часть времени именно там и туда прилетали Лукашенко, Меркель и другие ответственные товарищи. Здесь можно отметить, что увлечения морским воздухом и прочими ништяками мягкого субтропического климата сходили на нет вместе с возможностями убывающего Черноморского флота. И похоже на то, что теперь Путин понимает, что Сочи для него уже все. А как мы знаем, Кабаева постоянно сидит в бункере резиденции Валдай, что тоже говорит о многом. В общем, донюха не сложилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова